Меня зовут Саванна Канак. Я очень люблю фантастику, особенно рассказы, где автор подробно описывает инопланетные пейзажи. Недавно наткнулась на один фантастический рассказ «Сияние бабочки», где космонавты прилетели на планету, единственными жителями которой были гусеницы и бабочки. Наиболее разумными были гусеницы. Они строили дома, развивали науку, а бабочки писали стихи, наслаждались жизнью и откладывали яйца. Фантастика тема хороша, что остается на страницах книг или на экране кинотеатра. Но иногда реальными становятся абсолютно нереальные картины. Вот, например, мы стоим у дерева, которое облюбовало горностаевая моль. И таких деревьев по городу достаточно много. Что это? Катаклизм, экологическая катастрофа или нормальная ситуация? В интернете и по телевидению сейчас очень много сюжетов и споров на эту тему. Деревья уже стали местной достопримечательностью. И действительно, со стороны они даже красивые. То ли картинка из фильма про будущее, то ли иней. Но вблизи становится понятно. Это не хлопья снега, а паутина. И все это дерево – гигантский небоскреб для гусениц. Давайте попробуем разобраться. Есть ли повод для паники? Чтобы это понять, нужно как минимум изучить своего врага. Перед нами горностаевая моль. Это собирательный термин. И он объединяет несколько видов насекомых, относящихся к отряду чешуи крылых. Преимущественно, моль ведет ночной образ жизни. Осенью из яйца появляются гусеницы. И зимуют они под защитой влагонепроницаемого щитка. В этот период они питаются корой из крылупы яйца. С началом холодов наступает диапауза, которая характеризуется полным оцепенением насекомого. Весной, с наступлением тепла, личинка просыпается и приступает за еду, объединяя листья кустарников и деревьев. Далее происходит процесс окупливания. И в результате на свет появляется достаточно симпатичная бабочка в наряде, похожем на горностаевую шубу. Она почти не питается. И единственной ее задачей является оставить после себя потомство. Часть потомства погибает во время холодной зимы. Другая часть погибает во время возвратных заморозков. Но ведь погода непредсказуема. И бывают года с мягкой зимой и жарким апрелем-маем. В такие года наблюдаются вспышки моли. Деревья, словно из фантастических кинофильмов, покрыты паутиной. При сильной эпидемии паутина окутывает не только растения, но и стены домов, велосипеды, беседки, детские площадки. Если поближе подойти к такому гнезду, то картина прекрасного фантастического ландшафта меняется на картину из фильма ужасов. Мне почему-то вспоминаются чужие. Мерзкие полчища гусениц живут какой-то непонятной нам жизнью. И наверняка строят заговоры против человечества. Гадость какая. Специалисты спешат нас успокоить. По словам ученых, нашествие гусениц не представляет для людей опасность. Позвольте не согласиться. Может, физической угрозы и нет, но как же психологическая травма? И испорченный вид города, и загородных участков. Я пыталась найти, какими методами городские власти борются с этой напастью. И не нашла. Нашла только совет горожанам срывать паутину, если ему уж так не нравится вид дерева, оплетенного паутиной, внутри которой копошатся гусеницы. Совет, конечно, интересный. Но я все-таки надеюсь, что это была неудачная шутка. И в ближайшее время какие-то меры будут предприняты. Не хотелось бы, чтобы северная столица повторила судьбу Иркутска, когда в далеком 2011 году там появились первые деревья, окутанные паутиной. Городские власти, экологи и энтомологи тоже говорили. Не волнуйтесь, ничего страшного. И когда на следующий год ситуация повторилась, уже с большим очагом поражения, власти словно мантру повторяли. Это нормально, так бывает. Спокойствие. На следующий год уж точно все будет хорошо. Но не на следующий год, не через год ситуация не изменилась, а только ухудшилась. Конечно, кого-то уволили. Конечно, стали искать меры борьбы. Открыли горячую линию. По ночам работали отряды, обрабатывающие деревья. Но эта ситуация продолжалась как минимум в 7 лет. Может быть, проблема не решена и сейчас. А за это время Моль эволюционировала. У нее появилась даже своя страничка ВКонтакте. Ее кандидатуру предлагали на выборы. Иркутчане оказались людьми с юмором. Ей страничка в интернете называется она «Разговор горожанина с Молью». Вот наиболее интересные выдержки. Дорогая Моль, ты ведь не станешь есть людей, когда закончатся деревья. Правда? Или, слушай, Моль, ты ведь на короткой ноге с администрацией области. Поговори, пускай тебя новым символом области сделают. Как тебе это? Вместо вымершего бобра на флаге области ты с яблоком в зубах. А вот мне еще очень нравится. На мой взгляд, очень романтично. Вот так едешь ночью на велике. Едешь себе и вдруг, внезапно, ты много тебя окутала, окружила, обняла. Или вот еще напоследок. Сегодня на Нижнем Гусе наткнулась на кучу твоих родственников. Там как раз яблоневые посадки. Рядов пять-шесть. И на всех деревьях вечеринка. И все обожратые уже. И деревья лысые абсолютно. От яблон ничего не осталось. Твои родственники уже на какой-то кустарник полезли. Ты там скажи им, чтобы всякую гадость не ели. А то плохо на утро будет, если намешать. Ну, давайте еще одну последнюю напоследок. Горностаевая моль полностью съела яблоню, показательно обрабатанную мэрией Иркутска. Грустно и смешно. К чему все я это? Да к тому, что если наши чиновники умеют предсказывать погоду и точно знают, что зима будет морозной, а май холодным, то, конечно, ничего страшного. Горожане потерпят уродский вид деревьев. На крайний случай сами пойдут и уберут паутину. А вот если они ошибаются, то как знать, может у нас в городе появится своя социально активная моль. Но только уже питерская. А через несколько лет они создадут свой профсоюз. Или, может быть, даже партию. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. И у нас в городе все-таки предпринимаются какие-то меры по борьбе с молью. Просто их не афишируют. А пока давайте поговорим, как бороться с этой напастью на дачном участке. Но не дожидаться же, пока моль доест нашу любимую яблоню, рябину или черемуху. Итак, если гнездо небольшое, то можно просто срезать пораженную ветку, а затем ее сжечь. Очень неплохо себя зарекомендовал октеллер. Но он пропал из магазинов. Наверное, моль подсуетилась. Мы используем B58 и старый добрый карбакос. Но можно купить и искру от гусениц. При небольшом очаге может сработать и биопрепарат. Лепадоцит и битоксибацилин. При более серьезном поражении я не очень верю в эффективность биопрепаратов. Я воспользовалась бы все-таки химическими инсектицидами. А на этом все. Я желаю вам здорового сада, хорошей погоды и отличного летнего настроения. До скорых встреч. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И мы ждем вас в нашем садовом центре.